На Донбассе пытаются россияне наступать, пытаются, но говорят, что там очень большие потери, если там, я не знаю, в июле у них было там 300-400 каждый день, то сейчас говорят до 1000 ежедневно, очень большие потери, и, конечно же, в связи с тем, что Путин там готовит какую-то тронную речь и так далее, ну, тронная речь, ладно, ему там что-то нужно произнести, но концерт зачем, Марк? Нет, ну, погибло больше 100 тысяч людей в России, концерт через чего, через их гибели или что, не понимаю? Ну, что касается, почему эти даты, ну, понятно, что годовщину обойти нельзя уже было, мы вот много раз говорили, что, значит, ну, вот Путин оттягивает, он не принимает соответствующих решений относительно выступления публичного и какого-то, в общем, ну, плана, так сказать, озвучивания, а что вы хотите, вы уже год воюете, и что дальше, да, соответственно, тянуть дальше было нельзя, он в декабре переносил большую пресс-конференцию, выступление перед федеральным собранием, а тут, ну, годовщина, все будут об этом говорить, принимать решения, озвучивать, я имею в Вашингтоне, в Киеве, где угодно, в Брюсселе, а мимо они пройти не могли, поэтому они все-таки пошли по пути, что давайте мы не прям 24, ну, 21, выступит он с этой речью перед федеральным собранием, и одновременно с тем он, значит, обозначит что-то, что к этому моменту будет. Конечно, мы бы хотели сказать, ну, вот достижение есть, мы там Азовское море сделали в внутреннем, как он, помните, говорил, так сказать, достижение Петра, мы там сейчас двигаемся в Донбассе к административной границе Донецкой области, не факт, что это произойдет, к 21 числу осталось что-то 10 дней, но надо с чем-то выходить. Что касается концерта, поверьте, это рутинное мероприятие, они сгонят бюджетников, и, соответственно, оно будет предельно дежурным, он опять в стеклянной этой колбе выступит, скажет что-то невменяемое, почему это нужно, потому что, получается, он выступает перед своими, перед чиновниками, депутатами и так далее, а вот этого контакта с народом нет. И вместо большой пресс-конференции или там общения, интернет-общения, вот устраивались такие мероприятия, они по-разному назывались, где журналистами, где вплоть до задачи вопросов со стороны всякого рода, значит, этих граждан, да, здесь заменили митинг, вот он на митинге выступит, народ же там 200 тысяч собирается собраться, трансляция будет и так далее, вот вам, пожалуйста, общение с народом, народ поддерживает, вот я думаю, что, скорее всего, они исходили с этого, а что ему, какой план предложить? Вот он скажет, мы год воюем, и что? Вы хотите ещё 10 воевать, да? То есть, понятно, что здесь есть некоторая неуклюжая ситуация, при которой он должен что-то такое предложить, что хоть как-то оправдывало прошлое, то есть, давая план на будущее. Ну, хорошего плана нет, потому что, если он скажет, что мы все цели операции выполним, как он и до этого говорил, то, ну, так сказать, а что же не выполнил за год, сколько тебе ещё надо? Ещё год. Поэтому я, скорее, всё-таки склонен думать, что, да, будет каким-то образом артикулирован вопрос о том, что конвертация происходит, война для нас дело личное, у нас герои СВО, у нас, как это, Кириенко протаскивал, значит, тему и так далее, но в конечном итоге всё сведётся исключительно и только к бубнению об одном и том же. Вы понимаете, вот многие, например, обсуждали, какой у них план для Новороссии, вновь созданных этих четырёх через вековые референдумы территорий, можно ли будет их как-то каким-то образом объединить в округ федеральный, ещё что-нибудь, помните, Медведчука так приподняли, вот он появился с интервью, ещё с какой-то с этим, и всё, как бы, и обратно съехало, и где это всё, и что это, да, какие решения-то принимаются, кроме вот этих полемических, как бы, заявлений относительно будущего. Поэтому, на самом деле, никакого плана нет, то есть, он не объявит о том, что создаётся там особый федеральный округ и там, не знаю, Медведчук назначается, или там, Вася Пряник, я не знаю, кого они могут. Но плана нет никакого, и поэтому он будет продолжать, в общем, ту же риторику, чем-то судьбоносным было бы, например, если он объявил вот мобилизацию, там ещё, но всё это уже сделано, понимаете, он все козыри из рукавов достал, и я не очень убеждён, что у него есть хоть какая-то креативная идейка, которую он может предложить публично. Субтитры создавал DimaTorzok